Ой, вот такой любезный мужчина! Это что тут? Здравствуйте! Вступление от автора. Во-первых, хочу сказать, что весь ролик полностью является авторским вымыслом. Все совпадения имён и названий абсолютно случайны. Хочу также отметить, что целью данного ролика было не только потратить время мошенников, чтобы за этот период, пока они слушают то, что я им говорю, не успели обмануть ещё кого-то. Ну и также провести научный эксперимент. Цель научного эксперимента заключалась в следующем. Проверить, какого уровня чушь и бред я могу нести, чтобы мошенники наконец сообразили, что им вешают лапшу на уши. Чушь имеется разная. Географическая, литературная, кинематографическая, финансовая, политологическая, всякая. Вот. Поэтому посмотрим, дойдёт ли до них, что им вешают на уши лапшу. Приятного просмотра. Алло. 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 Себастьян, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Себастьян. Это не, нет, это не Себастьян. Себастьян, это мой начальник. Себастьян Перера. Ну, а ваш номер была зарегистрирована, заявка? Ну, да, потому что... Да, Себастьян Перера, это мой начальник. Он, естественно, очень важный человек. Сам он разговаривать не будет. Пока всю основную информацию выдайте, пожалуйста, мне. Меня зовут Донна Роза. Я понял. Хорошо. А нас рассматриваете как основной доход или дополнительный? Давайте вы сначала представитесь. Вы кто? А, хорошо, да. Меня Филипп зовут. Я являюсь финансовым экспертом в центре финансовых инвестиций. Я звоню по поводу вашей заявочки. То есть не вашей, а вашего начальника. Секундочку, я плохо вас слышу. Я говорю, меня зовут Филипп? Да, прибавил. Я сейчас прибавила. Филипп, я прибавила звук по максимуму. Теперь я слышу. Так, вы Филипп, центр чего? Центр финансовых инвестиций. Я являюсь финансовым экспертом. И звоню по поводу вашей заявочки. Хорошо, я поняла вас, да. Так подскажите, рассматриваете нас как основной доход или как дополнительный? Как сохранение вложения крупной суммы денег. Я понял. То есть вы, я так понимаю, уже ранее сталкивались с этим и рассматриваете нас как какое-то, так сказать, сохранение ваших денег, правильно? Да. Ну, не моих. Это не мои личные деньги. Это деньги картеля. Вот. Да, естественно. Я понял. Хорошо. На какую сумму вообще рассчитываете? Очень сложно сказать сначала. Сначала надо убедиться, что деньги картеля, которые будут вложены в вашу организацию, будут в сохранности нам. Для этого надо сначала познакомиться. Понятно. Ну, конечно, да. То есть вы вообще понимаете, в какую сферу вы приходите? Опять же, не я лично. Ну, понятное дело. Ну, я буду говорить с вами. Хорошо, давайте. В сфере финансовых инвестиций, в европерской торговле, покупку акций, облигаций, я так понимаю. То есть вы уже как бы понимаете, да, с чем имеете дело. А вообще у вас какой-то опыт был ранее, точнее у вашего начальника? Да, естественно. Мы вкладываем деньги по всему миру. Угу. Я понял. То есть вы уже имеете какой-то опыт в инвестициях, я так понимаю, и уже работаете с какими-то компаниями? Да, работаем с какими-то компаниями, разными компаниями, разными вариантами. Угу. Я понял. Хорошо. И в принципе, то, что это сфера торговли, я так понял, тоже понимаете это все, да? Да, это естественно. То, что вы будете торговать разными активами, всякими там, как крупные компании акций, да. Костром, Лукойл, Гугл, Тесла и так далее. Да, я поняла, нет, я представляю, что это такое, мы уже, наш картель неоднократно это проделываем, поэтому мы ищем еще партнера, с которым можно работать. Угу. Я понял. То есть, смотрите, то есть, что дается от нашей компании? Вы вообще, по заявке, я так понимаю, по рекламе перешли к нам, правильно? Да, вылезла какая-то реклама в интернете. Угу. Ну, конечно, если вы этим интересуетесь, то есть, таргетная реклама, это оно и есть. Значит, смотрите, то есть, как мы зарабатываем фактически, то есть, у вас... Для начала я как бы должен вообще узнать, что вообще, ну, сформировать какой-то ваш финансовый портрет, но я так понимаю, то что у вас там картель, да, и как бы... Ну, у нас международный картель, да. У нас международный картель. Угу. Я понял. Ну, просто было бы проще, если бы я говорил напрямую с вашим начальником, но... Ну, нет, к сожалению, дом Себастьян Перейра не на таких ранних этапах не подключается сам, к тому же он не говорит по-русски, поэтому, наверное, всю информацию его буду говорить я. Угу. Угу, я понял. Ну, то есть, смотрите, я так понимаю, то есть, никаких проблем у вас, собственно, нет, вы просто нас рассматриваете, у вас... Алло, вы клакаете. Алло. Алло. Алло, совсем звук клапал. Филипп. Алло, идут какие-то неприличные звуки из телефона, вы клакаете, Филипп. Да, слышно? Алло, да, Филипп. Алло. Алло, да, слышно? Филипп, да, слышно, было бы что-то какие-то, стали вообще вместо вашего голоса какие-то неприличные звуки из телефона идти, а потом отсоединилось. Ну, это я отсоединил, потому что я вас как бы слышал, и вы говорили, что меня не слышно. Ой, я подумал, что лучше будет перезвонить. Лучше перезвоните, потому что, да, связь сейчас отворотительно работает. Филипп, вы скажите мне, пожалуйста, вы какую организацию представляете? Ну, проверяем, представляем вам организацию. Газпром-инверс. Еще раз повторите, опять западает звук. Газпром-инверс. Газпром-инверс, ага, понятно. То есть вы как бы папа Газпром, да? Да. Ага, понятно. Замечательно, это очень интересно, у нас крупная организация, и мы заинтересованы в легализации нашей деятельности через Газпром. Это было бы вообще замечательно. Отлично. Скажите, пожалуйста, а вы работаете с организациями, которые находятся не в России? Хотя мы... Да, конечно. Понятно. Мы международная компания, так же мы расширяемся. Почему мы должны работать на... Почему мы должны работать на атомах в времени, если можно брать несколько? Хорошо, замечательно. Правильно. То есть мне это было важно знать, работаете ли вы с организациями, которые не зарегистрированы в России. Потому что мы находимся вообще очень далеко от России. А где вы тобой? В Боливии. В Боливии. В Боливии, город Медельин. А, Боливия. В Боливии, город Медельин, да. У нас картель, который занимается очень много чем. Я, как вы понимаете, не владелец, владелец картеля совершенно другие лица. Это мой начальник, это мой начальник, дон Фебастиан Перейра. И его партнер, это дон Педро Дальвадорес. А я всего-навсего, как сказать, ассистент, помощник, которая своим боссом должна буду предоставить выжимки информации о компании. Которые я им предлагаю для сотрудничества. Ну, это понятно, в принципе. А вы готовы, что в Боливии живете? Я живу в Боливии. Ну, я живу везде, очень много езжу по миру. Я русская, да, по крови. Ну, по происхождению. Поэтому мои боссы, они поручили мне найти выход именно на российские компании. Поскольку я говорю по-русски, они по-русски, как вы понимаете, никак совсем. Ну, вы понимаете, чем вы вообще занимаетесь? Вы занимаетесь биржевой торговлей, я так понимаю. И продажей акций «Газпрома». Но я так поняла, из ваших слов, Филипп. Нет, также «Газпрома». Да, что сам «Газпром» по каким-то причинам, ну, трозички, это не важно, продает не только акции «Газпрома», но акции разных организаций. Разных мировых. Мы не продаем, мы занимаемся анализом рынка. Подождите, вы... В первую очередь. А, подождите, подождите, я немножко не въехала. Тогда, значит, вы... Вы исполняете функции брокера? Вот так, что угодно. Что-что? Вы исполняете функции брокера? А, конечно. А, ну, значит... И не только, еще и аналитику. Ну, понятно, у каждого брокера есть еще аналитические отделы, это понятно, но основная ваша функция – это брокерская торговля. И именно это... Это выход на рынок. Потому что мы работаем с разными брокерами из разных странах мира, и мы пока не работаем с брокером из России. Нас интересует легализация наших финансов. Нас интересует... Замечательно. Хорошо, смотрите. Я так понимаю, вы знакомы со сферой, и понимаете, как это все работает? Да, я прекрасно. Не скажу, что прекрасно, но относительно знакомы со сферой, и понимаю, как это работает. Ну, в любом случае будет в случае. Ну, это понятно, да. Смотрите. Что я предлагаю с данным брокерам? Ну, просто попробовать, как это все работает. Естественно... Что есть заработок, да? И... Естественно, мы попробуем... Даже с нашим капиталом... Филипп, естественно, мы попробуем. Мы сначала зайдем с небольших сумм. Вот. Потом есть... С маленьких. А? Что? С маленьких сумм. С маленьких сумм, да. Небольших сумм. Посмотрим, как это работает. Потому что нашему картелю нужны, прежде всего, надежность и гарантии. Потому что, если не дай бог... Если не дай бог партнер... Вы не знаете Дона Себастьяна Перейра. Если партнер его подведет, то, в общем... Короче, ему не спрятаться нигде. Вот так вот. Поэтому нас интересует... Мы показываем сервис. Я поняла. Филипп, у меня... У меня к вам просто... Я поняла, Филипп, у меня просто к вам огромная просьба. У меня сейчас надо будет связываться с партнерами, да? С моими коллегами в других странах, с моими партнерами. Вот. Поэтому мне сейчас... Я просто не могу говорить. Если бы вы смогли позвонить часа в три, в четыре мне, в Москве, да? Я в Москве сейчас? Вот. Тогда уже будет лучше, потому что проснется наша Южная Америка к тому времени, сейчас еще спят. И, возможно, будет даже разумнее, если я сразу на параллельном свяжусь с своим руководством, с Доном Перейро, с Доном Дальвадоросом, и какие-то вопросы можно будет, ну, говоря по двум телефонам, решить сразу. Да, Филипп, мне интересует, наш картель интересует ваше предложение, тем более вы такая крутая организация, как Газпром. Просто поймите, я сейчас физически не смогу с вами разговаривать. На бегу не хочется, а... Да, конечно, я понимаю. Будьте столь любезны, позвоните часов в три-четыре по Москве, и тогда, возможно, даже я смогу какие-то вопросы сразу параллельно решать со своим руководством. Смотрите, давайте только честно, мне смысл перезванивать есть? В смысле смысл перезванивать есть. Ну, то есть вы серьезно намерены, правильно? Ну, я лично, как я, пока ничего не знаю. Я должна еще раз, Филипп, собрать от вас максимум информации, предоставить ее своему руководству, а решение будет принимать мое руководство. Вы же понимаете, что я всего лишь навсего личный помощник. Да, хорошо. Вот, поэтому насколько серьезно... Договорили. ...солидную информацию вы сможете предоставить, как к нему отнесутся мои боссы, это уже, простите, понимаете, что не ко мне вопрос. Я маленький человек тут. Так, хорошо, смотрите, у нас есть WhatsApp на этом номере? WhatsApp на этом номере есть, конечно. Тогда давайте так, я вас добавлю на свой рабочий WhatsApp, напишу вам что-то, вы мне ответите плюсиком-смайликом, и как раз-таки у нас будет какая-то сеть. Ну, давайте так, тогда вы мне присылаете сейчас что-нибудь в WhatsApp, я вам что-нибудь отвечаю. Да, для того, чтобы в констатах не было. И в 3 часа позвоним? И часа в 3-4, как у вас будет время по Москве, мы созвонимся, говорю, надеюсь, к тому времени мои боссы уже проснутся. Потому что сейчас, вы понимаете, я сейчас от вас просто собираю информацию, записываю, и все. А в 4 часа я уже смогу, по крайней мере, что-то выяснить непосредственно улице, если они, конечно, смогут уделить время мне. Ну, я понимаю, они же заинтересованы, поэтому, да, давайте так, позвонимся в 3-4, и уже к чему-то... Ну, уже да, я надеюсь, что там будет более продуктивный разговор, хорошо? Да, конечно. Спасибо, Филипп, подозванка. Тогда вы знаете, да. Да, в WhatsApp, и тогда жду. Спасибо. Алло. Алло. Алло, донорова. Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Кто говорит? Я не слышу вас. Еще раз. Да, это Филипп. Мы с нами сегодня общались по поводу известных. А, Филипп. Здравствуйте, Филипп. Да. Очень хорошо, что позвонили. Да, я вот только-только буквально закончила общение со своими боссами. Они действительно очень... Ну, они, правда, были не в офисе, да. Они, грязь, с утра на утреннюю прогулку ходили. У нас там речка есть. В Игрине. Лемпопо называется. Вот. Они хотя бы до речки шли, но они очень обрадовались сотрудничеству с Гастомом. Алло, Ось. Алло, Лада. У вас, как слышишь, у вас там истребитель ревет просто какой-то. Ну, тут у нас за музыкой играет в аналитическом театре, как раз и для того, чтобы мы не слышали консетик от нас, ну, то есть сотрудников. Я поняла, но это не музыка, это трех истребитель какого-то просто. Так вот, значит, когда мои боссы гуляли вдоль речки Лемпопо, по телефону, тем не менее, они со мной поговорили. И они очень обрадовались сотрудничеству с Газпромом. Вот, потому что легализация денег картеля через Газпром, вот нашего картеля в Медельине, который находится на берегу речки Лемпопо в Боливии, вот, это очень полезно и очень важно. Поэтому они, скажем так, Филипп, глобальное добро дали. Вот попробуйте сделать, а сейчас плохо слышу. Да-да, я понял. Добро дано, добро дано, глобальное, да. Вот дальше, понимаешь, нам нужно какие-то детали, верно? Вот, да, то есть глобальное добро от Дона Себастьяна Перейры и Дона Петру Дальватура сополучено. Дальше уже пошла техника. Тут, наверное, с техникой буду заниматься я и наш главный бухгалтер. Витокорлеоне. Вот. Вот это же пошла техника. Что дальше надо делать? Мне, кстати, да, Филипп, мне, кстати, если все сложится, мне премии руководства обещала за вас. Это здорово, это очень здорово. Вот, так что теперь пошла уже техника. Да, вот дальше что как, потому что теперь добро дано, и я уже теперь буду общаться по поводу не с моим руководством, а с нашим главным финансистом. Без проблем. Кстати, извините, а почему у вас номер русский? Потому что я сейчас в России нахожусь. А вы в России? Ну, я сейчас специально прилетела для того, чтобы меня отправили как бы в командировку. Я специально прилетела для того, чтобы наладить связи с Россией, конечно. Я сейчас в Москве нахожусь. А-а-а. Я же говорю, я-то в Москве. А-а-а, что вы в Боливии? Нет. Мое руководство находится в Боливии, на берегу Криточки-Лимфопо. Вот. А я в Москве, поэтому я и говорила мне, вам, Филипп, перестаньте попозже, поскольку у нас же человек в Боливии. Знаете, какая? А-а-а, только раннее утро еще. Вот. Поэтому... Да, я вас не пришла. Вот. Поэтому они утром... А-а-а, ну... А кто меня спрашивает на Долгаре? Сколько нас, столько и будут. Можно подумать на умение, кто-то спрашивает. Понимаю. Вот. А все, уже теперь начинается техническая часть. Какие у вас заплаты будут? Ну, пока не знаю. Все, теперь от вас зависит полученное стратегическое добро. Что делать дальше? И пока уже теперь, наверное, от вас буду ждать, Филипп. Что делать дальше-то? Объясняю. Смотрите. В первую очередь, вы должны... Объясняю информацию, чтобы понять вечное решение. Правильно. Ну, вы опять чего-то, звук пропадает. Что нужно, чтобы... Для информации? Чтобы делать вечное решение, нужно отталкиваться от некого результата. Я поняла, да? Правильно. Совершенно верно. То есть, будет какая-то небольшая пробная сумма, которая будет проведена на пробу. Это я знаю. Да. То есть, начально можно подбрать инвестпортфель на сумму 20 долларов. Нет, ну, это не... Ну, у меня нет. Нет, это я понимаю. Это... Может быть, со временем лично вы мне и соберете какой-то инвестпортфель, но мои начальники, мои боссы выделили на начальную операцию сумму 10 тысяч долларов. Я, конечно, понимаю, что это для Газпрома копейки, для нашего картелька, и это тоже копейки, но просто для того, чтобы завязаться. Да, понимаю. Потому что это две серьезные организации. Что, простите, вам очень плохо слышно, вы все время куда-то исчезаете. Я, как специалист, привык все подтвердить результаты. Замечательно. Мы тоже очень хотим увидеть результат. Сумму я вам озвучила, каковы дальнейшие действия. Смотрите. Сначала, да? То есть, активируем ваш торговый счет. Давайте активировать. Выручим вас с специалистом. Угу. И переступить не надо. Давайте активировать. Каким образом мы активируем счет нашего картеля из Медельина в Газпроме? Объясняю. Что зависит от того, каким банком пользуетесь? А какой это обридовок? У меня пербанка нет. У меня есть банк для република. По поводу этого нужно уточнить. А, хорошо. А нужно именно... Пожалуйста, пожалуйста... Нужен именно Сбербанк. Хорошо. Мы тогда быстренько откроем Сбербанк. Еще какие проблемы-то? Это не имеет значения. А, имеет значения. Мы работаем с крупнейшими банками мира. Угу. Хорошо. Мы не привязаны Сбербанку. А, не привязаны. Ну, хорошо. Я вам подошлю, потому что он самый популярный. Нет, нет, нет. У меня нету карты Сбербанка. Мы можем перейти с разных банков. Напишите, пожалуйста, название вашего банка. Мне нужно. Хорошо, сейчас... Хорошо, давайте я тогда сейчас отключусь, потому что я одновременно и говорить, и писать с вами не могу. Да, да, конечно. Пришлю вам название банка. Вы мне тогда поговорите. Да, и обязательно доллары или вы разные валюты принимаете? Обязательно доллары, Филипп, или вы разные валюты принимаете? Ну, пусть заработать на народных фондовых... Короче, все, я понимаю, пусть... Пусть будет доллары. Пусть будет доллары. Ладно, вам не будем устраивать проблему из-за этого, значит, пусть будут доллары. Хорошо, давайте я вам сейчас перешлю название банка, и вы тогда мне потом перезвоните. Сейчас я должна буду тогда отключиться, чтобы... Я вас верю, да. В WhatsApp, да, и вы мне перезвоните тогда. Все, тогда отключаюсь и пишу вам сообщение. Да, Филипп, хорошо. Да, 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 отлично. Алло, 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 здравствуйте. О, здравствуйте, Филипп, это вы, здрасте. Да, здравствуйте, это я, как дела у вас? Нормально у меня дела, как у вас дела? Отлично тоже, понемножечку обзваниваю. Вот увидел ваше сообщение, сразу вам набрал. Ну, я просто была очень занята, тут была куча разных дел и проектов, поэтому так некоторые произошла задержка. Я так и понял. Вы все-таки человек занятой. А что там у вас с Сбербанком, все получилось? Да, все получилось с Сбербанком. Карту мне, правда, рублевую открыли только исключительно, потому что долларовую карту там недостаточно несколько дней, там они их просили, там достаточно долгий срок. Вот, поэтому они открыли рублевую и открыли мне сегрегированный долларовый счет. Сегрегированный долларовый счет? Да. То есть это не карта, это счет. А, я понял. Ну да, все правильно. Сегрегированный долларовый счет, на который из Банка Делла Република Колонбия пришли деньги. Я понял. А куда будет выводиться, куда прибыль, это уже потом из Медельина нам позвонят с вами и скажут, куда конкретно, что выводить. Я так понимаю, у вас сейчас деньги в долларах, правильно? Да. Хорошо, отлично. Смотрите, помните, как происходит активация? Честно говоря, сколько всего было за последние дни, что не помню, могла забыть. Смотрите, я поддаю заявку в ваш банк, то есть в Бербанк. После чего они отправляют мне форму, и эту форму я теперь направляю уже на вас. Вы сами все заполняетесь для того, чтобы отправлять ее в банк. Форму это что вы имеете в виду? Это реквизиты счета Газпрома? Официальная форма. Ну вот я и смотрю, я спрашиваю, это что такое, это вот официальная форма? Я пополняю с личной данной картой. Официальная форма это что такое, Филипп? Я плохо понимаю. Смотрите, задается вопрос банк. Он вас проверит по системе, тоже по кредитам, мы с вами разговаривали. Ну, пусть проверяет. Он предоставит ответную форму в виде формы, и вы самостоятельно заполняете там свои публичные данные, данные публичные с моей карты, все. И отправляете дальше на банк. Я поняла вас. Вот еще раз перепроверить. Я поняла вас. Вот эта форма, как вы говорите. Что-то подтверждение? Я поняла. Эта форма, вот как вы говорите, она как, что будет выглядеть? Я вам объясняю. Там электронная почта в объектном порядке, для того, чтобы вам в соответствии с активацией пришла вся страховая документация. В имя, имя, отчество? Я поняла. Подождите. Это что-то подтверждение. Подождите, вот эта форма, это что? И это будет какой-то инвойс, это какое-то как платежное поручение на реквизиты Газпрома. Как что это будет выглядеть? Я же вам объясняю. Ну я пока не вижу, не понимаю. Вы заполняете публичные данные? Где? Ну ничего, я вам объясню, чтобы вы это знали, дальше будете заполняться на сайте. Хорошо. Где я заполняю публичные данные? Где? На сайте Сбербанка, на вашем сайте. Я заполняю форму, я лох. А, форму. Форму, это какая-то ссылка, получается? Это ссылка какая-то, получается? А, то есть это ссылка на какую-то платежную систему, так? Да. А, ну так и надо было говорить. Я сейчас заведяется на пасках. Я поняла, то есть это ссылка на платежную систему. Ну так и надо было сразу говорить, потому что форма – форма, а форма – же их миллион бывает. Ну вот все, вы прекрасно все понимаете. Поняла. Я так понимаю, подаем запрос в Сбербанк, правильно? Да, давайте подаем запрос. И мне очень важно то, что в этой форме, которую вы мне пришлете, должно быть четко указано, что деньги переводятся на «Газпром». Потому что у меня сегрегированный лиц, это долларовый счет. Смотрите, это ваш счет? Это не мой счет. Это сегрегированный счет. То есть вы, если вы всегда будете торговать по вашему счету? Еще раз говорю. Пока вы его создали, это хорошо. Вот смотрите, у меня в Сбербанке сегрегированная ячейка. Банко де ла република Колумбия перевел деньги на этот сегрегированный счет в Сбербанке с указанием того, что эти деньги пойдут на счет «Газпрома». Иначе они не пойдут никуда, понимаете? Поэтому это я и говорю, сегрегированный счет. Поэтому в той ссылке, которая... Но вам не сказано, что это должно быть там указано. Как кто? Но вам не сказано, что это должно быть там указано. Это требование Банко де ла република. Сбербанк. Смотрите, я вам говорю. Требование другое. То есть я в этой сфере работаю уже очень долго. Я вам сейчас предоставляю эту форму. Вы отправляете просто заявку на рассмотрение в банк. Ну давайте попробуем. Но если, скажем так, в Сбербанк, переводя эти деньги... Да, если Сбербанк... Объясняю вам, Филипп. Если Сбербанк, переводя эти деньги, усомниться в том, что эти деньги уходят в «Газпром», он завернет перевод, понимаете? Потому что там четкое указание от Колумбийского банка... Конечно, что это прекрасно знают. Вот, он просто их завернет и скажет. Деньги использованы не по назначению, понимаете? Я работаю в этой сфере больше 12 лет. Понятно. Вот, так что, не переживайте, не переживайте вопросов сейчас. Ну хорошо, давайте, присылайте мне ссылку. И, пожалуйста, я вас очень прошу, Филипп, чтобы... У вас интернет работает, когда мы разговариваем? Нет, у меня не работает интернет, у меня тут... Мне этот телефон, что называется, дали попользоваться. Давайте так, вы пришлёте мне ссылку. Я вам на WhatsApp перезвоню. Ссылку мне на WhatsApp пришлите, хорошо? Я звоню на WhatsApp. У меня глючит в WhatsApp, ссылку мне... Теперь у вас, да. Сейчас я попробую... Мы предоставили ответ. Я сейчас вам его буду подправлять уже. Ну, давайте, да. Ну, ставьте меня на громкую связь. Уже поставила, да. Отлично. Заходите в наш чат и открывайте. Так, чат... Подождите, зайти в чат. Так, я вижу. Так, вот он ваш чат. Так, сейчас, подождите. Я плохо вижу очень. Вот у меня сейчас... Молодой человек и девушка на экране. Как мне зайти в чат? Потому что я не вижу вообще ни черта. Так, вот добавим... Вот я пытаюсь зайти в чат. Так, сейчас попробуем по-другому. А, все, нашла. Да, все. Я плохо вижу. Так, Газпромбанк, Газпроминвестиции, что-то такое вижу, да. Тыкну на эту ссылку. А, другая, это написано, что вы активируете свой торговый счет. Газпромбанк ли это... То есть у вас там еще сверху есть замочек. Видите? Так, подождите. Сейчас. О, господи. Я так и знала, что это будет мучение, потому что я очень плохо вижу. Так, господи. Выберите аккаунт. Слово пользование. Сейчас попробую все это вернуть обратно. И войти в скайп. Алло, вы меня слышите? Пришлите мне эту ссылочку на мейл. И все. Так будет проще. Мы будем нормально говорить по-нормальному. Смотрите, у вас по-любому должна... Будет выйти... Вы выйдете снова в чат и заходите снова. Ну, давайте я... Слово у вас просто с интернетом проблемы. Это понятно. Так, с чат я вижу. Ссылочку в чат я вижу. Захожу. Вот. И то же самое открывается. Никаких замочков нет. Последнее, чем заканчивается ваше сообщение, это вот этой ссылочкой. Все. Там, где у вас пишется, чтобы сохранить это изменение, да? А как только я нажимаю ссылочку, у меня телефон делает вообще какую-то полную чушь. Активируйте ваш аккаунт. Активируйте ваш аккаунт для приложения WPS офиса. У меня нет никакого WPS офиса. Вот в чем дело-то. Слушайте, вы нажимаете нас... Вот вы говорите, что вы видите рекламу Газкрома, да? Или как бы это? Ну, логотип. Что-то так именно на стиле сделано. Вот. Логотип Газпрома. Дальше. Газпром Инвестиции. Какой-то текст, который я не читаю, потому что буквы очень мелкие. Дальше. Газпром Банк Инвестиции. Вы активируете торговый счет Forms GLE. Дальше ссылочка. HTTPS двоеточие два слэша Forms.gle. Слэш и еще куча букв. Вот. Все. Больше ничего. Ну, я не понимаю. Просто вы куда-то по-куда-то нажимаете. Нет, вот куда нажимаю, что прислали, туда и нажимаю. Я же говорю, это будет мучение с чужим телефоном, с которым я не умею вообще общаться по-дружески. Плюс мое плохое зрение. Давайте вот что. В основном просто срок действия ссылки есть, Снег. Я сейчас еще раз задал вопрос. И скажите вашу фамилию. Моя фамилия Ривас. Смотрите. Филипп, а не проще ли эту ссылочку мне на мейл прислать? Я вам сейчас дам мейл. Я нормально с ноутбука войду. Я нормально буду глазами видеть. Они мучатся с этими всеми ссылочками. Видно, что вы удалили сообщение. Да, я сейчас просто подам запрос еще один. Может быть, просто истек ссылки и истек. Ну, давайте попробуем еще раз. Хорошо. Алло. Алло. Алло, Роза, здравствуйте. Да, здравствуйте, Филипп. Воюю с вашей системой. Что в смысле воюете? Ну, пока она меня побеждает. Потому что я вижу, что у вас там указано, надо выводить банковскую карту. Да. Вечеринская карта. Ну, банковская карта, правильно? Ну, конечно. Вы же своего банка отправляете заявку. Нет, я же... Как партия вашего торгового счета. Филипп, да? Чтобы выводить бесплатные паспортные данные, данные по списке и тому подобное. Нет, я поняла. Еще раз. Я не могу ввести. Еще раз. Афтеры проверяют это? Ну, смотрите. Я не перевожу деньги с банковской карты. Да, филирует мой торговый счет. Правильно. Который привязан в моей банковской карте. Ну, вот. Он же привязан, видите? Он привязан в моей банковской карте. Дальше. Хорошо. Когда вы оставили заявку... Я поняла, да. Когда вы оставили свою заявку, для вас был создан ваш торговый кабинет. И сейчас, когда вы будете оставлять заявочку, у вас будет проверять ваш банк. Он будет привязывать ваш счет к вашей карте. Я понимаю. Понимаете, что это он не переверит для вас декретированную ящейку. Я понимаю. И тот же счет. Нет, он у меня привязан к банковской карте. Я не хочу ничего привязывать к банковской карте. Он еще не привязан. Ну, вот. Это хорошо. Не хочу ничего привязывать к банковской карте. Я буду платить, поскольку у меня деньги находятся на сегрегированном банковстве, по нормальным реквизитам человеческим. То есть получатель ПАО «Газпром», который получает от меня деньги. Потому что иначе, если я переведу хоть куда-то под рукой, у меня скорнет крокодилом. А потом приедут и скорнет крокодилом у вас. Вы хотите сделать активацию другим образом? Так я вам еще в тот раз говорила, что я буду переводить по реквизитам на ПАО «Газпром». Иначе никак. Потому что это не мои деньги. Это деньги медельинского картеля. Вы слышите, что вы говорите или нет? Да. То есть вы же ПАО «Газпром»? Я повторяю, что вы делаете официальную активацию. Вы ПАО «Газпром»? Да. Я создал запрос, чтобы получить конвертационный счет. Не-не. Зачем конвертационный счет? У меня деньги в долларах. Но вы только свари конвертационный счет. У меня деньги в долларах. Вы не понимаете, как эта сфера работает, и не понимаете, как делается активация? Я, может быть, не понимаю, как делается активация, но я очень хорошо знаю, что если я переведу деньги куда-либо отлично от реквизита в ПАО «Газпром», меня лично скормят крокодилом, а потом приедут и скормят крокодилом вас. Вот это я хорошо понимаю. Слышите меня? Да. Вы слышите меня? Да. Так я вам объясняю, как это делается. Как делается официальная активация? Вам предоставляется конвертационный счет. На это отвечает мне мы и отвечает ваш банк. Я хочу со счета в Сбербанке со своей сегрегированной ячейки 510 тысяч долларов на ПАО «Газпром». Вы слышите меня или нет? А что вы кричите, я спекаться слышу? Ну вы перебираете меня постоянно. Хорошо, только не кричите, пожалуйста. У меня уши от вас болят уже. Хорошо. Если вы хотите сделать это самостоятельно, делайте так. Хорошо, тогда пришите мне реквизиты ПАО «Газпром». Где я могу взять? Тогда чем я буду их вам предоставлять? А, то есть... Если вы сами все прекрасно знаете. А, ну хорошо, тогда сейчас я захожу в сеть, нахожу реквизиты ПАО «Газпром» и перевожу прямо по реквизитам ПАО «Газпром». Ну тогда... Хорошо, замечательно. Заходите в интернет, где хотите, ищите. Да, это что я хочу сказать, что вы в интернете есть. Вы попадите на какие-то реквизиты неправильные, отправите на свои деньги, а потом скажите, что я у вас плохой. Я не скажу, что вы плохой, потому что если я отправлю деньги на настоящие реквизиты ПАО «Газпром», они попадут на ПАО «Газпром». А, ну вот. А иначе, ну как? Эта война была была начинать. А я вам сразу сказала... Если вы мне не доверяете. А я вам сразу сказала, что платить я буду исключительно на ПАО «Газпром». Не перебивайте меня. Да что ж вы кричите так? Так за то, что вы меня перебиваете, если не слышите меня. Ну хорошо, я вам еще раз повторюсь. Я понимаю, что вам нужно выговориться. Да, боже мой. Понимаешь, но я вам говорю, что как нужно правильно сделать. Вы мне говорите вот, нет. Я сама сделаю. Так если вы мне не доверяете, как мы можем с вами работать дальше? Как вы с аналитиком будете работать? Вы не понимаете даже, что это за сфера и как эта сфера работает. Вы не понимаете, как сделать официальную активацию вашего счета. Да вы понимаете, что вы как-то куда-то переводили, наверное, на реквизиты какого-то человека. И понимаете, как это делается. Но никак делается активация вашего личного торгового счета. Филипп, не кричите, пожалуйста, я вас действительно прекрасно слышал. Еще раз говорю. Если вы не можете прислать мне реквизиты ПАО «Газпром», я сама сейчас туда перезвоню и пришлю по реквизитам ПАО «Газпром». Какие проблемы-то? Вы слышите? Слышу. Послушайте. Есть два варианта активации вашего торгового счета. Первый, официальный и на 100% безопасный. Это активация по форме. По той форме, которую нам с вами предоставили. Где вы заполняете исключительно публичные данные для проверки вашей карты, вашей же базы. Не хотите привязывать? Хорошо. Я задам запрос и не буду привязывать. Это одно. Что такое публичные и секретные данные вашей карты? Вы знаете? Ну, знаю, конечно. Так дело-то не в моей карте, а в том, что я хочу ввести реквизиты ПАО «Газпром». Что это такое? Ой, реквизиты, карты, публичные цифры, эти четыре блока по четыре цифры на внешней стороне карты. Так мы же не про карты сейчас. Да, такое секретное. Секретное на другой стороне. Филипп, мы не про карты сейчас говорим. Мы говорим про то, что деньги должны уйти исключительно по реквизитам ПАО «Газпром». Пока я не вижу от вас реквизитов ПАО «Газпром». Если вы мне ничего не предоставляете, я делаю элементарно. Я перезваниваю в ПАО «Газпром» и беру у них реквизит самостоятельно. Вы слышите меня? Нет, еще раз объясните, что такое секретное и что такое публичное. Да при чем тут карта? Я еще раз повторяю, Филипп, если вы не поняли, что публичная информация... Я вам еще раз тогда попробую. Еще раз говорю, публичная информация находится на внешней стороне карты. Моя личная информация находится на оборотной стороне карты. Но я еще раз не понимаю, Филипп, при чем тут карта? Но это не так, потому что публичная данная карта – это ее номер. Это все данные, которые вам в банк не попоялся написать на вашей банковской карте. На внешней стороне? Это точно так же, как у меня. На внешней стороне? Срок и электронная подпись. Электронная подпись – это все ли венеты на внутренней стороне. Которые банк вам выдал меня, слушайте. Зачем вы перебиваете пациент? Филипп, мы с вами говорим немножко не о том. Это те данные, которые банк выдал вам? Филипп, мы с вами говорим немножко не о том. Вы сейчас говорите про карту, а я говорю про то, что деньги я буду переводить в свои сегрегированные ячейки с реквизитов сегрегированной ячейки на реквизиты ПАО «Газпром». Карта тут вообще ни при чем. Вы меня просто не слышите. Ну хорошо, давайте тогда я просто действительно сейчас перезвоню в ПАО «Газпром». Понимаете, что это конвертация валюты? Деньги уже в долларах. Они не будут конвертироваться в доллары. Они уже в долларах. Что это конвертация валюты? Филипп, вы сейчас уходите разговор от тела. Вы запрашиваете какой-то счет для того, чтобы вам предоставили счет, по которому вы будете, по которому, во-первых, будет перепроверяться ваша конвертация? Такая конвертация. Такая конвертация. Деньги. Деньги из доллара в доллары. И они не на мой счет идут. Они идут на счет... Перепроверяться будут ваши деньги. Они идут на счет ПАО «Газпром». Куда я и собираюсь перечислять деньги. Я сейчас позвоню в ПАО «Газпром» и возьму у них предпределиты. Очень просто все, Филипп. Я перешиваю. Слышите меня. Да слышу я вам. Вы меня не слышите. Ну что ж вы так кричите-то? Вы вообще в эту сторону пришли, чтобы показывать кому-то, что вы умнее или тому подобное? Если вы знали это все, почему вы это раньше не сделали? И раньше не начали инвестировать. Да боже упаси. Я-то ничего не инвестирую. Вы поймите, это деньги Мобелинского картеля. А для того, что я отвечаю за каждую копейку... Почему не начали инвестировать? Ой. Почему не начали раньше инвестировать? Потому что мне совершенно личное мнение интересно инвестировать. Мы сейчас говорим не про меня, а про картель. Вы понимаете, это разные вещи. Я сейчас действую как представитель картеля. А почему я не начала инвестировать? Это не имеет отношения к делу никакого. Я вам еще раз повторюсь. Вы оставили заявочку. Заявка по вашему имени и фамилии. Ну да. Извините, я не оставила заявку от имени Мобелинского картеля. Ну да. Хорошо. Давайте в следующий раз я позвоню и оставлю заявку от имени картеля. Это что-то изменит? Так, в следующий раз тоже будете какому-то эксперту, что вы умнее и тому подобное. И показывать, что вы все-таки лучше знаете, как это все делать. Хотя на самом деле не знаете и не понимаете, как это делать. Если вы хотите еще раз повторить самостоятельно это делать, то вам не обязательно оставлять вашу заявку. Вы понимаете, что люди сейчас такие, что оставляют заявочки и говорят, вот так вот надо делать. Хотя на самом деле не понимают правильного. Как правильно делать правильно? Филипп. Если вы дальше будете продолжать в таком духе, то конечно же вам не сложится отношение ни со мной, ни с аналитиком. А с кем? Понимаете? А с кем? Ну почему сразу в мошенническую компанию? Я сейчас позвоню по официальным номерам «Газпром», «Газпром», «Банка» и все перепроверю. Ну я думаю, реквизиты они мне... Да, посмотрите. Конечно, что я сейчас и сделаю. Посмотрите, что они вам скажут. Я думаю, они мне пришлют, откроют счеты, пришлют реквизиты. Банковские, именно банковского перевода, а не какую-то ссылку через карту. «Газпром» вам ничего не даст. Ну я сейчас справлюсь. Это обычный пенец, который работает без блокера. А вы, подождите, Филипп, вы говорите... Соответственно, поэтому именно мы и задаем заявку. Подождите, Филипп. Мы продаем... Вы же «Газпром», вы же мне говорили, что вы «Газпром». Вы задаем заявку? Да, да, вы «Газпром», но мы свою заявку подаем на финансовый департамент. Понимаете? Да я сейчас сама туда перезвоню. Это повторно контролирует. Да я сейчас сама туда перезвоню. Я перезвоню по вашей ссылочке в «Газпромбанк». Я перезвоню в «Ваш же «Газпром», может быть, даже меня с вами соединят. И сама с вашим финансовым департаментом разберусь. Мне пришлют... Смотрите, у вас есть выбор. Либо делать официальную активацию, либо идти искать реквизиты и отправить свои бабки непонятно куда. Да я, на самом деле, сделаю еще проще. Я сейчас просто съезжу в «Газпром», в «Газпромбанк» и все. Я думаю, что они-то мне там точно все расскажут. Ваш выбор? Да. Ваш выбор. Я жду ответа. В каком ответа? Я сейчас собираюсь ехать в «Газпром» и выяснить, если уж вы перешли на такие кричащие «Газпромбанк». Либо вы делаете официальную активацию как положено, либо идете и ищете мошенничею компанию. Я не пойду искать мошенническую компанию. Я сделаю третий вариант. Я пойду в «Газпромбанк». Это «Газпромбанк» — это мошенническая компания? Еще раз перестрашиваю. Ваш выбор. Мой выбор из ваших двух вариантов, Филипп, если вы не поняли меня, никакой. Я сделаю по-своему. Я пойду в «Газпромбанк» и все решу в «Газпромбанке». Он, кстати, тут недалеко находится. Ну, решайте. Ну, вот я так и собираюсь делать. Я так и собираюсь делать. Вы будете работать на московской бирже. И вместе в виде детства в 10 долларов. Это ваше дело. Вы знаете, Филипп, с самого начала нашего разговора я вам объясняла, что медельинский «Картоль», честно говоря, банки не интересуют. У него своих достаточно. Его интересует сотрудничество с очень серьезной официальной организацией, в частности «Газпромом». И весь наш разговор мы вели только при условии того, что вы «Газпром». Ну, так мы и есть «Газпром». Ну, вот. Так я сейчас в ваш же собственный банк хожу, и все вопросы решу. Ну, идите. Ну, вы. Это обычный клиент, который не имеет партнера и брокера. Ну, дадут мне там брокера. У вас не будет вышла на рынок. Дадут мне там брокера. Я буду там только на Новосковскую биржу. Да ради бога. Да ради бога. Ради бога. Да ради бога. Я еще раз говорю. Материевскому «Картоль» уже своих бабок получил. Вы будете сотрудничать с нами, будете сотрудничать просто с банком. Замечательно. Ваше дело. Нам нужна легализация доходов. Понимаете? Картелю не нужно бабки, у них своих бабок до хрена. Я еще раз вам говорю. Вы будете сотрудничать не с нами, а с банком. Замечательно. Это ваше дело. Замечательно. Ну, вот и буду. Ну, вот и будете. Потому что я совершил... А «Картоль» – это не компания. Банк? Почему? Ну, «Газпромбанк» или «Свой брокер». Ну, «Газпромбанк». Ну, вот и «Газпромбанк». «Газпромбанк» имеет право на брокерскую ездить. Вы слышите меня или нет? Вы хотите иметь отношения с компанией? Да. И сейчас сами себе противоречите. Ну, почему? Я хочу иметь отношения с компанией. Я хочу с «Газпромом», то не хочу с «Газпромом», то мне уже удобно будет с «Газпромбанком». Но мне и не... «Газпромбанк»! «Газпромбанк»… «Газпромбанк»… «Из дочерней компанией…» «Это будет подобного». «Газпромбанк» и «идочерней компании «Газпрома». Вот с ней-то я и буду иметь отношения. Давай сせて. Б diaphragм, чтобы никто ничего не понимал. Хорошо, давайте, продолжайте! Хорошо. Я так и продолжу. «Газпромбанк» и «Дочерней компании «Газпрома». потому что вы спрашиваете вы даете мне два варианта я говорю что я ни один никто не одним не стоит больше не буду я делаю по-своему и вы говорите о вашем начальство правильно ну таким образом вы теперь вы говорите что вы будете заработать газпром банка правильно понимать потому что газпром банки дочерние компании газпрома что это глобально меняет работать исключительно на московской бирже ради бога вот действительно теперь думаю какой смысл был звонить и слушать вот это все если вы не можете мне дать нормальный газпромский реквейдит я вам объясняю еще раз для того чтобы ваши деньги попали на международную биржу в таком случае идет активация официально от вашего банка и в таком случае вы будете только так торговать мы не можем просто вам дать реквейдиты и сказать вот пополняйте и все а вот я сейчас это и проверю газпром банки дадут ли они мне нормально я вам еще раз объясняю это московская биржа да ради бога да ради бога потому что вы мне во первых звоните тратите время но дело даже не во времени а в том что вы не можете мне дать нормальных официальных реквизитов полу газпром который вы как утверждаете представляете вот это мягко говоря странно я понимаю вы какой-нибудь там этот кокаиновый картин представляли тогда да а вот вы представляете официальные организации не можете дать официальный банк и это куда-то на этот письма странно а перед наш разговор выглядит странно я пойду в газпром я кстати теперь проверю ваши телефоны работаете ли вы знает ли про вас газпром банк вот и я думаю что мне предложат вполне нормальные платежные условия со счета на счет они пока непонятно кривой ссылки с подвязкой моей личной непонятно карты плачу а вот теперь я вас не слышу вы куда-то делись не надо пау газпром я уже не хочу никуда и не вот скриншоты нет скриншоты и поставлю это не есть банковский перевод это есть делать скриншоты а я реально приду газпром банк он тут недалеко находится и мне дадут нормальные банковские реквизиты зачем мне фотошоп вы сами говорите вы мне делаете фотошоп что же так истерить это как выяснилось из данного ролика не на город медальин помещенный в боливию на берег речки лимпопо не на кино ношных или литературных персонажей не на даже сам медельинский картель который якобы собирается отмывать свои деньги через газпром филиппок не прореагировал кстати если что к медельинскому картелю я отношения не имею даже не просите отсюда вывод из данного эксперимента что газпромовцам подобным этому филиппку можно вешать на уши любую лапшу которые хоть немного сложнее сложнее уровня восьмого класса крыжопольской средней школы окей замечательно следующий раз проэкспериментируем со сказкой про карлсона и пеппи длинный чулок посмотрим что будет спасибо за внимание до свидания за дона педро